Буквы разные Вычитать и умножать, малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать, малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе В школе много чему учат, но багаж знаний у каждого ученика свой У некоторых ребят он настолько солидный, что с ним не стыдно блеснуть и на состязаниях, к примеру, на школьной олимпиаде. Сегодня программу «Менталитет» мы решили посвятить ребятам, которые стали победителями олимпиад муниципального уровня и участниками интеллектуальных состязаний на уровне региональном. Практически все участники регионального тура Всероссийской школьной олимпиады представляли свои знания по нескольким предметам. Так Тарегубова Полина состязалась со сверстниками в олимпиаде по математике и вошла в число призеров по результатам олимпиады по биологии. Она признается, что биология не только любимый предмет, но и пропуск к поступлению в мединститут. Задания на олимпиаде были серьезными и успех пришел благодаря хорошей подготовке. Задания отличались даже от заданий районного уровня, так как там же все по-другому, там и практические туры есть. От того, что в школе мы не проходим в принципе, это уже должна быть дополнительная подготовка. В этом году приблизили задания к заданиям Всероссийской олимпиады немного и был уровень повыше. Практическая подготовка это как? Практическая работа с микроскопом, работа с препаратами. Мазаева Мария вошла в число призеров по английскому языку и по литературе. Она и в будущем видит себя только лингвистом. Я собираюсь связать свою будущую жизнь с изучением языков. Поступать собираюсь на направление лингвистика, поэтому собираюсь изучать не только английский, но и другие языки. Какие хотелось бы? Немецкий, китайский, испанский. Виктория Стефанова участвовала в олимпиаде по математике, показала хорошие знания по английскому языку, а в олимпиаде по физике стала лидером среди одиннадцатиклассников. Это было достаточно сложно, но у меня был хороший учитель. Людмила Ивановна очень помогла, Баскакова Людмила Ивановна. Она очень много давала методов решения, задач, благодаря которым я как раз-таки и заняла первое место. Раскрывать секреты, связанные с выбором будущей профессии, Виктория не стала. Намекнула лишь, что физика при поступлении в ВУЗ вряд ли пригодится. Но это, как говорится, покажет время. Впрочем, какую бы профессиональную тропу не выбрала девушка, участие и победа в олимпиадах уже сделали свое дело. Укрепили веру в собственные силы и в силу знаний, которые, как говорится, за плечами не таскать. Логойко Глеб занял второе место в олимпиаде по химии. Девятиклассник очень переживал, что уступит в состязаниях ребятам из гимназии и лицея. Но очень много в наших олимпиаде было лицеистов, и было немного страшно, потому что лицеисты же у них специализацию уже, они более углубленные звучат, чем в школе обычной. И было страшно, ибо они сильнее были. Еще Глеб стал призером олимпиады по биологии и участником олимпиад по математике, литературе и английскому языку. Личность он разносторонняя, но любимым предметом является все-таки химия. Особенно практическая часть урока – смешивать реактивы, по мнению Глеба, весьма интересно. Главное, чтобы они всегда были в умелых руках, иначе и до взрыва недалеко. Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, и дать им мотив для развития этих самых способностей. Когда смотришь на этих милых, прилежных детей, то трудно представить, как устроены их мозги. Но однозначно то, что устроены эти мозги замечательно. Результаты, говорят сами за себя, ребята мобильны, сознание подвижно, отсутствует костность мышления. Наверное, этим объясняется то, что великие открытия люди совершают в основном в молодом возрасте. Мы в гимназии номер один, где наверняка учатся будущие светила. Гимназист Валерий Божидомов уверен, что без серьезной подготовки на Олимпиадах делать нечего. Школьный курс надо пополнять углубленными знаниями предмета. Мне очень помогала Наталья Викторовна, Якушкина, и также Любовь Леонидовна Крухмалева. Я с ней тоже занимаюсь дополнительно. Ну да, очень помогли, подготовили к Олимпиаде. Полегче было бы. Если бы не готовился, я бы не знаю, что там делать, честно сказать. Задания сложные? Да, очень сложные задания. Многие даже не решили, где-то ошибки глупые допустил, из-за чего балов много потерял. Десятиклассник явно скромничает. У него второе место в школьной Олимпиаде регионального уровня по физике. В том, что это очень хороший результат, никого убеждать не надо. У Насти, хорошо новой, тоже второе место, но уже по истории. Она, как и другие олимпиадники, уверена, что без наставления педагога успех не приходит. Готовились мы с Любовью Васильевной Бизиной, огромное ей, конечно, за это спасибо. Мы сидели часами, учили все даты, все события учили. Но я также в прошлом году участвовала в этой Олимпиаде, но в прошлом году я не допилась такого высокого результата. У меня было третье место. В этом году я как бы сделала то, что хотела. В общем, было очень трудно. Соперники были достойны, но у меня получилось. Кристина считает себя чистым гуманитарием, но при этом большое внимание уделяет и химии, которую 11-классница Азиза Нургаринова ставит во главу угла, называя королевой наук. Химия – очень интересный предмет. В нем есть и математика, и физика, и биология. То есть это совокупность. И поэтому, если понимаешь химию, можешь понять и математику, и все остальные предметы. У тебя так именно получается? Да, получается. Но мне очень нравится. Когда общаешься с умными детьми, то хочется верить, что все школьники такие. Нет, не все. Но если вы, ребята, сегодня не входите в число лидеров своего класса, то надо думать, что ничего нельзя изменить. Изменить ситуацию, измениться самому вполне возможно. Надо только этого очень захотеть. А еще лучше, если вы заинтересуетесь чем-то. Ведь недаром говорят, что охотнее всего мы учимся тому, что нас увлекает. Мы в школе номер 4. 11-классница Анастасия Чевеленко – лидер региональной олимпиады по литературе. В отличие от многих своих сверстников, Настя много читает и, как следствие, этого много знает. Любит русскую классику и предпочтение отдает как прозе, так и поэзии. Из классиков, из поэтов мне больше всего нравится Блок. Очень красиво у него стихотворение. А из писателей, наверное, Толстой, потому что у него очень красивый язык повествования. Ну, еще кого бы назвать. Толстой, но может быть Пушкин, потому что это классика, что вечно всегда, и всегда с нами, и всегда помогает, поддерживает. Какой блока любишь? А могла бы несколько строк, самая любимая? О, ну, например, «О весна, без конца и без края», «О весна, без конца и без края», «Без конца и без края мечта», «Узнаю свою жизнь», «Принимаю» и «Приветствую звоном счета». Галютина Марина – призер Олимпиады по русскому языку. Она также, как и Чавеленко Настя, много читает, а оттого и грамотно пишет. Этим сегодня могут похвастать далеко немногие школьники. Они порой лучше взрослых разбираются в компьютерах и могут без труда найти любую информацию через интернет. А вот пишут в основном так же, как и слышат. Впрочем, вернемся к Олимпиаде по русскому языку и ее призеру Марине Галютиной. Она молодец, с заданием справилась, хотя оно было не из легких. Некоторые задания, конечно, интуитивно выполнялись. Что-то сама знала, что-то догадалась, что-то там. Короче, в общем, писала все, все, что знала, вот попала. Ну, это первое правило. Ну, наверное, это отгадать можно, когда все-таки хороший багаж знаний. Ну, конечно, багаж тут пополнялся в течение 11 лет. Со своим багажом знаний на региональную Олимпиаду по физике отправился и Сергей Боярский. Третье место – серьезная заявка для того, чтобы претендовать на бюджетное место в одном из лучших университетов страны. Мы не стали расспрашивать парня о том, как он справился с заданием, а попросили объяснить с точки зрения науки какое-либо физическое явление. Несмотря на то, что у нас в атмосфере есть газ, и почему он не улетает из, так сказать, от нашей Земли. Во-первых, потому что есть по закону с темирным тяготением. Земля притягивает тяготение, и в атмосфере происходит одиабатный процесс. Взрыв метеорита на Челябинском натолкнул нас на мысль, что юный любитель физики и в этом вопросе компетентнее многих взрослых. Мы не ошиблись в своем предположении. Ну, смотря на то, что учитывая, что он долетел до поверхности Земли, можно сказать, что до того, как он достиг атмосферы, он обладал очень огромными размерами, потому что в процессе движения часть сгорела в процессе сопротивления воздуха. Учитель физики Любовь Крухмалева много лет работает с одаренными детьми. Секрет успеха она видит в желании познания и кропотливой работе. Самое главное в работе учителя состоит в том, чтобы ученик и учитель работали согласованно. Вы знаете, есть очень хорошая пословица, даже для меня это является девизом, следующие слова. «Я вижу и забываю, я слышу и запоминаю, я делаю и постигаю». Вот в последней строчке этой пословицы заложена очень глубокая мысль. Главная задача современной школы состоит в том, чтобы научить ученика учиться. Для этого необходимо не просто передавать им сумму знаний, которых фундаментальная наука уже приобрела, а необходимо вовлечь ученика в совместную деятельность. Деятельность учителя, ученик и учитель. О таких педагогах, как Любовь Леонидовна, директор школы отзывается с особой теплотой. Оно и понятно. Те не только преподают школьный курс предмета, но и учат ребят самостоятельно работать и черпать более глубокие знания, которые и помогают им участвовать и побеждать в олимпиадах, а также поступать в вузы страны. Учителя наши, и у меня таких много учителей в школе, я ими горжусь, я стараюсь их оберегать, потому что эти учителя, они тоже такие своеобразные. Знаете, вот школа, например, набирается три класса по 30 человек. И если мы будем воспринимать их вот так, запустили 30, и этих три по 30 надо потом выпустить, там после 9 класса, после 11 класса, как каток, как машина школа воспринимается. Общие стандарты, общие требования. И вот под давлением вот этих всех требований, стандартов, выделить этих необычных, одарённых действительно детей, талантливых, вынести их бережно, вынести вот через все эти требования, стандарты, через эти все жёсткие рамки, для этого тоже надо иметь талант, надо иметь какое-то своеобразное, может быть, даже прилежание, старание, трудолюбие, надо иметь столько качеств этому учителю, чтобы этого ребёнка развить и показать весь его потенциал. Вот поэтому я очень ценю, очень люблю своих коллег, потому что вот и они вместе с нашими учениками и составляют, самое главное, душу нашей школы. Ребята тоже ценят педагогов, которые помогают им постигать науки и стремиться к познанию. Я считаю, что это заслуга полностью именно школы, учителей, потому что у нас прекрасный преподавательский состав, и самый замечательный у нас учитель по литературе Бойко Людмила Леонидовна. На самом деле всё, что я смогла добиться, что у меня сейчас есть, мои знания, это только благодаря ей, потому что она действительно очень замечательный учитель, она очень сильный преподаватель, и она очень интересно и хорошо подает материал. И благодаря ей у меня действительно очень жаркая такая любовь к литературе и большие знания. И победа у меня досталась только благодаря тому, что я слушала её, постоянно внимала ей, и именно вот то, что она рассказывала, все эти знания я собрала вместе, и это всё вылилось вот в такую победу. С лидером Олимпиады по литературе Настя Ильчевеленко согласятся многие школьники. Учителя не просто помогают им готовиться к интеллектуальным соревнованиям, но и верят в них. Кроме тех, с кем мы встретились, в четвёртой школе есть ещё и Владимир Амельченко. Он призёр Олимпиад по русскому языку и математике. А Садча и Яна – призёр Олимпиады по АБЖ. Пять умников и умниц – очень неслабая команда для одной школы. Во время общения с ребятами наша съёмочная группа отметила, все они не только умные и перспективные. Это ещё и очень скромные дети. Они не кичатся своими заслугами и живут, глядя, в завтрашний день. Так оно, наверное, и надо. Ведь всё главное у них ещё впереди. Мы побывали в трёх учебных заведениях, учащиеся которых, как показывает практика, чаще других ребят демонстрируют высокие результаты на Олимпиадах регионального уровня. Этот год исключением не был. Но лидером Олимпиады по физкультуре всё-таки стал ученик 11-й школы посёлка Верхний Баскунчак Олег Лыгин. Через год кто-то из ребят подтвердит своё лидерство, другие улучшат свой результат, появятся новые победители и призёры. И мы будем ими гордиться, как гордимся теми ребятами, о которых рассказали сегодня. Таков уж наш российский менталитет. Нам нужны герои, на которых должно равняться. Но ещё больше мы хотим гордиться своими детьми, потому что гордиться ими значит верить в будущее. Редактор субтитров А.Сёмкин